Первоначально происходящее из многократного умножения натурального числа на самого себя. Ты это запомнил? Запиши в голову! Записал. И никогда не говори, что ты суммировать будешь. В правой части у вас 10 в степени 2. Да. Правильно. Правильно. А в левой неправильно. 10 умноженное на 2 неправильно? А вот это неправильно. Справа правильно, а слева неправильно. Ну да, а как же там написано в правилах, что это одно и то же? Он, я полагаю, говорит о том, что 10 на 2 и 10 на 10, одно и умножить на 10. Еще раз. 10 умножить на 2. Тождественно. Надо само на себя умножать, а вы на двойку умножаете. Нет. Надо 10 умножать на 10. Еще раз. Это какое число? Как называется? Мно. Живое. Живое. Мое. Это. Мно. Житель. Ну что ты в школе был-ка на уроке математики? Как раз. Ну все были. Все были. Ну что ты тогда? Это норма. Множим и столько раз. Сколько? Какое число? Сколько показывает? Он двойку как число считает. Само на себя. Чтобы совпадало, тогда это будет уже возведение степени. Опять. Ну это и совпадает. Множить или множить. Это у тебя не совпадает, потому что ты правила не помнишь. И в голове они у тебя не укладывают. Это не я придумал правила так. Это правила в школе. А вот в школе учителя все их нарушают. И дурят детей. Потому что по определению. Возведение в степень. Это действие умножения числа множимого самого на себя n раз. n это степень, n это множитель, а основание это а, и этот как его множимый тоже а. Ну это по математике, по правилам математики. Я могу принять эту запись, которая сверху, я могу переписать у себя в голове, но тогда следующее не сойдется. Сойдется. А вот это, вот теперь объясняю, вот я же вам написал. Это вот задание. Вот что вы должны помнить с правилами. А вот теперь мы раскладываем на что? На множители и собственно выполняем счет. Мы 10 умножаем на 10. А вот теперь. А многие, пусть на меня не обижаются, бестолковые, говорят, ну и Юрий Степанович, вы же написали 10 на 10. А я говорю, это уже счет, а не задание. А почему знаки одинаковые? Крестики. Какое тебе устроить? Да, все. Зачет. Итак, на одном примере мы показали, как в школе из нас делают дураков. Вот главный вывод, что нам подсовывают вместо, вот теперь, ни у кого не вызывает сомнений у тебя в том числе, что надо 10 раз просуммировать. У тебя не вызывает, что суммировать можно, а умножать нельзя. Мало того, тебе врут и говорят, что мы что делаем? Сокращаем число операций. Чего нам 10 раз суммировать? Представляете, какую дурь вам несут? И вы это принимаете и закладываете программу жизни. А на самом-то деле это не так. Нельзя суммировать, когда у тебя множимое и множитель. Как же ты их суммировать-то будешь? И вот когда человек не может отличить это в словах, я поэтому вам и говорю, им все равно, что коммунизм, что капитализм, что средние века и феодальные и прочие. Почему все равно? Потому что у него отсутствует в голове любая степень сравнения. Любая. И вот я всем показываю, это специально вводится только для того, чтобы всех нас, кучка уголовников, грабила безнаказанно. И вот они нам говорят, что расчет на единицы рубль или доллар. Понятно, для чего все это надо? А на рынок приносят бумажку, на которой написано сколько? 10. 10, 100, 1000 долларов, 1000 рублей. А бумажка-то одна. И вы не видите. А теперь, чтобы вам было понятно, я всем говорю, ну теперь представьте себе, что эти бумажки туалетные. Может, тогда вы поумнеете, что бумажкой, на которой написано цифра 1000, вы за 1000 раз не вытрите. Она сразу испачкается. Ну вот до какой степени все тупые. И в школе до такого уровня довели. Как можно на бумажке писать, что она, они говорят, ну это номинал. Какой номинал? Кто написал? На рынке какая величина работает? Себесторимость. А у бумажки. Один доллар. И сто долларов. Одна и так бумажка. Но товара они у вас берут. В сто раз больше. И зарплату вам платят? В сто раз меньше. Вот где преступная система капитализма и рынка. Это называется товарообман. Вот для чего организованы эти школы, институты, экономические службы. Только с одной целью. Чтобы ты спокойненько думал, что так оно есть. Помню, тебе вдруг говорят, это инфляция. Какая инфляция вы выбросили на рынок деньги, которые ничего не стоят? Какие деньги это? Цифровые! Вот в чем весь вопрос. Вот если бы вам дали вот такую вот стопочку бумаг, вы ее положили бы на весы. Как вы думаете, больше было? И можно вот этими бумажками, сотни бумажек из-за вытереть? Можно. Каждый раз по одной. Но деньги не для этого, все-таки. Только для обмана. Только для обмана. И больше не для чего. Бумажные деньги это уголовные структуры и деятельность каждой государственной структуры. Потому что они ничто. Ну вот смотрите, бумажка что-нибудь стоит? А цифра? Ну скажите мне, цифра есть в природе? Нет? Нет. Она что-нибудь стоит? Нет. И вот на этом нас всех дурят в школе. И никто не видит этого злонамеренного действия образования. Это главное, для чего построена вся наука. И вот этот аппарат оплачивает с этой уголовной структурой, чтобы из нас делать идиотов. Вот в чем весь вопрос. Так, слушай. В.Сепанович, у вас есть модель взаимоотношения людей без денег? Конечно. Она всем... Товаромен, да? О, какая прелесть. Вот даже когда нам говорят о рынке, я показывал всем это на яблоке. Помните, да? Да. Не помните? Помню, помню. Помним, кто-то помнит. Вот я показывал на яблоке. Если приходит ко мне умник, типа Чубайса, или там Медведева, который экономист и юрист, я пишу, что у меня одно яблоко. И я его отождествляю с одним долларом. Так, подождать надо. Сейчас очень плохо. Сейчас, 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 сейчас. Я подожду, когда высохнет и сделаю. Вот. Там самое главное в этом и заключается. Что мы-то договариваемся, когда эквивалент, мы говорим об одной единице продукции и об одной единице бумажки. Понятно. Единичные продукты. Тогда они эквивалентны. Или мы берем один продукт единицы и десять бумажек. Ну, себе сел. Или тысячи. То есть мы договариваемся в каждом конкретном случае. Вот что очень важно. И вот теперь я рисую яблоко вам. Уже здесь подсохло. Видно, да? Одно яблоко. Отождествляем с одним зернышком золота. Отождествляем с одной канистрой бензина. Литр. Ну, сейчас у нас задули. А так один литр. И отождествляем с одной бумажкой один доллар. И потом мы это все дело, как нас учат, эквивалентно замыкаем. Что на рынке? Первое. Определяющей является себестоимость. И второе. Расчетная единица. И расчетная единица. Два фактора. Больше нам ничего на рынке нет. Продукты поставляются по себестоимости. А деньги, которые мы покупаем, они эквивалентны по договоренности. У нас расчетная единица является что? Один доллар. А когда человек приходит с бумажкой в 10 долларов. А как мы? Кто с ним договаривался? Никто. Это обман. И когда приходит человек и говорит. У меня 100 долларов. Давайте мне 100 яблок. А я покупатель противный. Я говорю. Это тебе дурачки дадут. Я тебе не продам. Скажи мне, пожалуйста. Чем отличается у тебя бумажка в 1 доллар от бумажки в 1000 долларов? Ну, говори, чем? Надписью. Точнее. Числом. Каким? Количеством нулей. Ой, какая прелесть. У меня нулями, да? Я говорю. И все. Ой, какая прелесть. И у меня на яблоке две. И все. И вся преступность открылась. В этом все и дело. Любая государственная структура нас грабит нагло и беспордонно. Вот они. Цифры пишут. Выдают. За себестоимость цифры. Вы вдумайтесь только. Которых нет. Вот и все. Вот это главная цель всей науки обмануть нас. И для этого нам и законы Эйнштейна, и законы Ньютона, которые никогда не работали в природе, никогда не будут работать. Они все идут по приказу. Я в свое время учился. Если человек возражает против теории Эйнштейна, его надо утопить, уничтожить, расстрелять или посадить в психушку. И это делала власть. Я почему вам говорю, это не случайно. Академия наук трижды давала указ по теории Эйнштейна. Дуй. Нам втюривают как реальность. Вот о чем идет разговор. Какая модель развития мира без денег? Вот она. Я вам покажу. Товарообмен. А когда вам дают вместо товара бумажки, это как называется с нулями? Товарообман. Вот и все. Не надо обманывать друг друга. Берите эквивалентные величины. И если вы хотите, то приходите с однодолларовыми бумажками. Такая договоренность была? Была. Ну кто же будет то спаривать-то? Какая договоренность? По доллару носить? Что? Не одну бумажку со ста долларами, а только с единичными. А дело-то все в том, что их надо же шлепать. Они даже этого не хотят делать. Потому что им проще создать видимость условий. А если они создают инфляцию, значит что можно придумать? Кризис, которого никогда не бывает. Кризис придумали только в каждой своей стране. Не бывает кризис в экономике. Причем сейчас добавлю, банки. Вы только вдумайтесь. Банки разорились. Скажите пожалуйста, кто-нибудь когда-нибудь с банком как-то делал эту операцию? Скажите, делает ли банк хоть одну невыгодную операцию? Да не делает. Он что, дурак? И нам втюриваем, что они разорились. Они разворовали нашу собственность. Обманули потом, когда банки развалились. Кто их поправлял? Вот в 98 году. Сударство. Сударство. Кто это сделал? Путин. Вот и все. Вы должны четко понимать, что это одна бригада молодежно-долбежная. Давайте. Скажите пожалуйста, по вашей системе, вы бы за 101-долларовых бумажек отдали бы 100 яблок? Конечно, такая договоренность. Еще раз. Вы понимаете, о чем идет разговор? Я и говорю о правилах. Вот они все время говорят, правила игры. Обратите ваше внимание. Я не говорю, что это не игра, это наша жизнь. Но для них это игра. И они говорят, у нас такие правила игры, честные. И где же ваша честность? В риоте вы, господа, удавы. В риоте. В этом все и дело. Договорились при такой? Так давайте такими расплачиваться. А если вы мне приносите липовые бумажки-то, ну сходите с ними в туалет. Может быть сто раз 100 долларов бумажкой зад вытрите. Может быть вы такие мудрые. Вот и все. То есть понимаете, надо все время все действия приводить к реальности. Тогда ошибки не будет. Я всем говорю, проверяйте на природе. В природе вы можете это сделать? Нет. До свидания, вранье. Так, еще какой вопрос. Теперь ваш. Почему там одни и те же, да? Ну я видел, да. Но я не дошел еще, не понял. Ну ничего, сейчас дойдем. Значит, вы слышали, что американцы были на Луне, да? Да, слышали. Очень хорошо. Вы слышали, что американцы установили, что на Луне три вида гелия. Слышали? Или не слышали? Ну вот, видите. А у меня уже они были в периодической системе. Они только прилетели оттуда. Я уже давно сделал периодическую систему. Каким образом? И вот я приблизительно так же, как Дмитрий Иванович Менделеев. Я исправил ошибки. И у него, и в математике. Не хватает трех гелиев по расчетам. Читайте. Два во второй должно быть сколько атомов? Ну, два во второй по-любому четыре будет. Умница какая! А почему же у нас один-то там? Суммируй. А почему у нас-то один там? Четыре. Вот тут-то они и наши. И вот когда я закладываю программу. Вот я вам показываю. Мы только что вам с вами показывали. Вот он. Это уже заполненный гелевый период. И когда я это показываю всем. Я и говорю, дорогие вы мои, давайте мы с вами будем испорить. Это водород. А вот какая фигура? Как она называется? Уезжает. Гелий. Гелий ноль четыре. Какая прелесть? Гелий ноль четыре. А почему инвестные гады? Простите. Да ничего, ничего, ничего. Гелий ноль четыре. Почему он ноль? Ноль. Нулевой ряд. Четыре. Почему? Кто помнит? Потому что размер от основного у него какой? Одна четверть. Целая половина четверть. Въехали? От одного четверть. Один четвертый. Совершенно верно. Размер одна четвертая. Итак, по горизонтали нам показывают размер самого малого атома в этом периоде. Итак, один он один. Здесь в два раза меньше. А здесь уже в четыре раза. Ноль четыре. Следующий атом какой? Один у него должен быть. И какой один? Вот теперь смотрите. Один должен быть. Вот такой. Показываю вам. Чтобы вам было понятно. В центр мы его не можем поместить. Он будет состоять из чего? С половиной. Из двух половинок. Но если мы его сделаем вот таким. Вот таким. Вот таким. Он будет как раз гелий одна четвертая. Следующий гелий. Обращаю внимание ваше. Две четвертых. Это опять мы возвращаемся к чему? К первому гелию. К нулевому. К нулевому. Ну я думаю, что я ошибся. Ну как же так-то? Мы же построили. Это же не просто как математический компьютер работает. Компьютер тоже выдает такой результат. Какой вывод должны здравомыслящие люди сделать? Здравомыслящие люди должны сделать следующий результат. Что если он должен быть по счету. Но он имеет одну и ту же структуру. Вот если в жизни родились два близнеца. Это какая математика? Предметная. А если родились два одинаковых газа. Скажите пожалуйста. Не один лит тот же это газ. А теперь для того, чтобы было совсем вам понятно. Скажите пожалуйста. 2 умножить на 2 и 2 плюс 2 и 4. Это уникальный случай. Тот же самый, что и с гелью. Математический расчет показывает. Что гелий 0,2 и 0,4 описывает одну и ту же структуру математически. Значит в природе он один и тот же. И тогда берем на третий гелий. Который. Вот теперь вот такой. Вот такой. Это гелий будет. Три четвертых. Таким образом мы получаем три гелия. Как открыли американцы. У меня голова болела. Думаю как же так то. Четыре же должно быть по математике то. А тут такое совпадение. Получается. Что математические эти аппараты и расчеты подтверждают. Что гелий всего три. Поскольку гелий 0,4 и гелий 2,4 имеют одну и ту же структуру. И при математическом построении. Понятно? Или нет? То есть просто природа настолько умная. А расчет настолько правильный. Если бы мы сделали ошибку. И построили другую структуру. Тогда бы у нас не стыковалось. С природными данными. Американцы бы сказали бы. Вы что то не нашли. А поскольку и американцы говорят. Что гелия 3. И наша периодическая система говорит. Что разных структур гелий только 3. Вот и все. Еще какие вопросы? Я еще раз говорю. Пока вы не поняли. Что вот эта система. Из модулей автоматом получается сама. Если вы продолжите, то у вас получится, чтобы вот в этой системе еще два. А теперь открывайте и посмотрите. Вся периодическая система состоит из таких модулей. И строить ее никаких проблем нет. Она прекрасна. Теперь. Как они могут взаимодействовать? А то внутри. А как они взаимодействуют? Вот видите два незапомненных? Вот так один во второй входит. И перекрывают поля. Как бы это показать? Ну то есть вот эти пустые пустоты накладываются одна на другую. Вот так бы. Так как же мне это делать? То есть внутренне начинают между собой взаимодействовать? Да. То есть они заполняют вот этими штуками. И контактируют. И все. И поэтому они взаимодействуют на разных уровнях. Там так, там так, там так и все. По такому же принципу работает Солнце. Почему оно вечное? Поэтому и атом вечен. Потому что у них существует линия центра вот эта вот. Излучение идет с поверхности вот особенно инертных газов. Почему они все светятся? Как вы думаете? Вот эта модель вам показывает. Почему атомы инертных газов все светятся? Но они не пропускают через себя. У них нет проводимости. Вот пустота и вот пустота. Она по большому пустоту. А если мы возьмем вот этот. То какая проводимость. Например, по восьмеркам идет. Самые зеленые, видите? Потом она может идти по синим. Потом она может идти по красным. То есть атом имеет 7 уровней проводимости. И когда вам говорят о какой-то сверхпроводимости, то понимаете это правильно, сверхглупость. Проводимость может быть единичной по одному какому-то каналу. Вот допустим по зеленому, по синему или по красному. Может быть комбинированной. Зеленый, синий, красный. А может быть по всем сразу. Вот тогда наступает полная проводимость. Но не сверх. Понятно, да? Больше 7 не бывает, да? А? Проводимости больше 7 не бывает. Больше 7 уровней нет. Ну и сразу же, как говорится, вопрос на засыпку. Я люблю такие штучки. Скажите, пожалуйста, а почему у нас, когда мы охлаждаем до температуры кельвина, помните такой нуля? 273. Что у нас получается? Хрупкость. Нет. Ну что? Мы же не говорим сейчас о прочность металлов. Мы же сейчас говорим о чем? О проводимостях. Какая проводимость получается? Полная проводимость. Полная проводимость. Обращай внимание. Умница сказала. Не сверх проводимость, а полная. А теперь вопрос второй. А почему? Вот смотрите, вы только задумайтесь. Это очень важно, когда вам говорят. Когда вам говорят. При нуле кельвина движение, всякое, что делает? Останавливается. Останавливается. А что это такие льготные электроны-то? А им нет. Никому в голову не приходит, какой-нибудь. Как это? Электроны обладают какой-то заслуженной льготой. Что они при нуле кельвина двигаются? Во-первых, никто никогда электрон не видел. Второе, никто никогда электрон нигде не поймал, даже радиоактивными какими-либо приборами. Они говорят, что теперь это облако электронное. Был электрон-частица элементарная, потом стал облаком. В-третьих, почему ему, этому облаку, такие льготы? Что, природа его любит или очень хочет? Вранье все это. Нет никаких электронов. А теперь задать себе вопрос. Что происходит со всеми веществами, когда их охлаждают? Сжимаются. Ой, какая умничка. И пустота уменьшается, да, получается? Да, и тогда они все что делают? Соприкасаются. В один канал идут. И все. И все эти шарлатаны врут. Они просто сжались, и при нуле Кельвина появился один общий канал. Почему сопротивление не стало? Ну, все семь в один получают. Потому что вот эти вот преобразовать, мы же не знаем, какой канал в каждом атоме, по какому он решил пойти. Поэтому если мы пустили большой, он не проходит. Маленький, ему надо как-то собраться, чтобы пройти. И вот это мы называем сопротивлением. То есть преобразование одного размера в другой, который свободно перераспределяется. И все. Теперь третье. Важнейший момент. Когда нас дурачат со скоростью света. Ну, уже я эксперименты показывал зажигалкой с этой, как ее, со свечкой. Все вы видели. А теперь берем периодическую систему. Она у вас указывает, вся большая. Скажите, пожалуйста. Я на меньшем размере вам это делаю. Вот я сюда подвел заряд. Они все заполнены. С какой скоростью я передам? Не, ну это мгновенно получается. Мгновенно. И не какие-то 300 тысяч километров. И вот мне один товарищ задал. Ну, как же, Георгий Степанович, мы же вот солнце видим. Я говорю, ну вот видите, какие вы умницы. Скажите, пожалуйста. Вот я вам на один секунд усложняю задачку. Ну, солнце близко. А вот полярная звезда. Вот вы на нее сжали и видите, да? Теперь закройте шторкой. И откройте. С какой скоростью мы увидели ее? Вы что, пьяные? Причем тут 300 тысяч километров? Вы что, куку все? 10 миллиардов световых лет находятся. А вы сразу увидели, о каком цвете идет речь. Он не то, что туда не долетел. Ему еще лететь, лететь. Потом назад еще дало дойти. Но у вас зура. Кому туда идти надо? А? Кому надо туда идти? Я же об этом и говорю. Они говорят, а как же мы ее видим-то? Ведь нам должно что-то в глаз попасть. Должно. Ну не попало же. Если свет от вас ушел туда. Как ушел? А как вы его поймали? Оттуда сюда идет свет. Ну хорошо, а оттуда с какой скоростью он идет? Со скоростью света. 300 тысяч километров? Скорость света это некорректно. 300 тысяч километров в секунду? Я не считал, не знаю, но наверное. Ну наверное. Если верить, слухом, если верить. Вы меня извините. Мне неудобно с такими людьми разговаривать. Если вы утверждаете, что скорость света, то хоть знать сколько? Я нет приборов. Еще раз. Утверждается Эйнштейном, физиками и всеми приборными данными, что скорость света 300 тысяч километров в секунду. Теперь я вам задаю вопрос. А сколько до этой дополярной звезды? Световых лет, я не говорю километров. Ну и посчитайте, сколько он должен лететь, а вы сразу видите. Ну что вы, ку-ку все. Так потому что он летит в руку уперся. Когда вы руку убираете, свету остается только от руки до глаза дойти. Я же вам... Ого-го-го! А что же вы считаете 300 тысяч? Вот в этом все и дело. Что когда вы эксперимент выдумываете сами... А теперь объясняю вам, почему. Почему вы днем-то ее не видите? Полярную звезу. Небо засвечивает. Ой, какая прелесть. Да потому что солнечный свет перекрывает. Оно не может вообще до вас дойти. А почему же вы ночью-то видите? А потому что ночью оптическая среда. Черный фон. А? На черном фоне. Конечно, и вы на черном фоне видите не свет, а источник света. А источник света. Пятно на темном фоне. А теперь посмотрите, закроя любой источник света. Что вы видите? А свет прозрачный. Что же вы врете, что вы его видите? Свет-то прозрачен. И человеческий глаз видит. Не свет. А вот теперь смотрите, мушка. Знаете, что такое на автомате? Вот видите, мушка пустая. А чтобы был прицел, чего вам нужно? Перекрыть оптическую среду. Поэтому вы ее и видите. А если нет, то что там? Пустота. А нам начинают лапшу вешать, свет туда пошел, свет оттуда вернулся. Он никуда не вернулся. Вот если на его пути поставить, на пути оптическую среду, не оптическую среду, тогда мы ее и видим. А свет прозрачен. Вот когда люди слушают теоретиков, но не обращаются к своей голове и к своим результатам в природе, ну не они же очевидны, им можно перевернуть мозги. И вот как сейчас на Украине, брат на брат идет. Вспомните, в 17-й год то же самое было. А вот со звуком тоже такая же ситуация? Конечно. Конечно. Совсем. Потому что мы же... Мы сначала видим, а потом слышим. Вот слушай внимательно. Это другой дел, что скорости разные. Конечно, она же есть. Вот и все, разница у кого есть. Скорость же есть. 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 Все. Кто отрицает, что скорость есть? Вот я не понимаю вас. Я что, говорил про скорость, что скорости нет? Я вам сказал о другом. Что скорость, которую мы видим, не 300 тысяч километров, как утверждает Эйнштейн, а в миллиарды раз больше. Всего-то навсего. А теперь свет. Подчеркиваю. Новый год когда-нибудь делал? Или когда-нибудь курил? А видел курящих? Вот когда они затягиваются, у них на конце сигарет сколько градусов? Под 850. Знаешь, да? Желтый цвет, это 880. Вроде того. Вроде того. Теперь вспоминай определение, что любой фотон имеет скорость 300 тысяч километров в секунду. Помнишь, да? Или километров в час? Как там? Километров в секунду, но в вакууме. Ну, вы какая-то. И так 300 тысяч километров в секунду. Теперь я тебе и задаю. Чего же этот фотон никуда не летит? А они летят, их много летит. Вот я об этом тебе и говорю. И так поясняю. Вот даже если сейчас курящие здесь закурят, в том углу будет темно. И как же так 300 тысяч километров погасли? Не хватает, чтобы мы увидели их мало. Ну, конечно. А главное свойство свет какое? Лега. Освещенность. Освещенность. Цветло только там, где что? Сеть. Где есть, вот теперь подчеркиваю, что есть. Электрические заряды, которые обладают так называемым видимым диапазоном. То есть тот диапазон, который наш глаз что делает? Лавливает. А и рентгены, и ультрафиолет, инфракрасные они есть, но мы их не ловим, потому что наш глаз так не устроен. И поэтому, когда мы говорим о свете, а теперь подчеркиваю, в видимом, он имеет определенные размеры. И вот эти размеры, которые видимого света, и которые выходят из сигареты, не летят 300 тысяч километров в секунду. Вранье это. Почему? Потому что они освещают максимум лицо, ну метр. Когда ты куришь, вот. Ну ты можешь там. А если мы возьмем датчик более чувствительный, чем глаз человек? Я тебе только что сказал. Более чувствительным, чем глаз человек, еще нет прибора. Если ученые говорят, что есть, то врут. Мы можем фотопленку поставить на всю ночь. Будет накапливать свет за всю ночь на кубе. Вот я вам как раз показываю. У кого-нибудь зажигалка есть? Или, а? Есть. Есть. Сейчас я вам все покажу. И вы все это увидите на видеокамере потом. Юрий Павлович, а можно пока вопрос? С цветами года как? Вот я вам показываю сейчас. Что я сделаю? Я сейчас зажгу зажигалку и потушу свет. И вот вы увидите только вот такое, и никуда свет не летит. Вот пишут, молодец Рыбников, глуши не очень. Тушите? Да, тушу. Нам надо время, чтобы адаптироваться. Вот я несу. Кто несет свет? Скорость света? Рыбников. Рыбников несет скорость света. Вот я вам показываю. Вот видите? Вот только я у нас светил. Включайте, пожалуйста. И вот на видео вы все это увидите. Как маленькая точечка несу я. Свет имеет ограниченный диапазон. И называется стоячая объемная волна. И никуда не бежит. Нет. Есть просто пороговая величина. Ну я о ней и говорю. Пороговая какая умница. Ну правильно. Ну почему же он 300 тысяч километров не преодолевает этот порог-то? Ну где? Вот чем думайте только. Вот чтобы машину со скоростью 60 километров в секунду, это в минуту, да? В километрах в час затормозить, она сколько пролетает? Ну метров пять пролетает? Ну тормозной путь какой-то. Тормозной путь. А теперь я тебе задаю вопрос. А какой тормозной путь у света? Еще же он не летит-то. Как из чего его затормозил? Так он же летит, а мы его не видим. Значит он прозрачный. Я же об чем говорю? И где ты? У нас чувствительный порог. Порог чувствительности. Значит еще раз. Мы с тобой договорились. Свет прозрачен. А фотон? Частичка? Ну говорят же, что это частичка. Ну говорят частичка. Ну как же так? Где частичка, когда я показал тебе ореол? Где частичка летела? Я ее нес. Много частичка. А теперь поясняю еще. А ты наших предков не помнишь? Нет. Не помнишь. Только вот наши предки в мультфильмах и в древних фильмах были умные. Знаешь, знаешь, насколько? Они свет носили с собой в пещеру. Они брали, зажигали смолу и несли свет. Знали, что он не убежит. И только после теории Эйнштейна у всех в ушах и в умах, что свет бегает. Не бегает свет. Точечный источник света это стоячая объемная волна. Нам придумывает лазер. Но лазер это уже не свет, это что? Прибор. Причем прибор, который что делает? Накачивает огромным количеством электрических зарядов. Помните, да? А потом из большого объема через маленькую дырочку. Выравнивают его, вытягивают. И скоро он все прекращает свою скорость. Он же не определен по длине. Так вот это преобразование нам выдают за скорость. Это если мы линзу ставим, значит мы уже меняем вашу структуру. Конечно. И шаром мы делаем точечку. А смотрите, вот если бы человека не было, вот эти все явления, они бы существовали? Конечно. Итак, все, что существует в природе, есть у меня определение. Это взаимодействие электрических зарядов в собственном самоорганизованном, правильно, абсолютно электрическом поле. Но поскольку нам сегодня столько наврали, что мы должны говорить о электромагнитном. Почему? Потому что я всем говорю, нам же говорят, что это магнит. Кто-нибудь еще добавит к этому? А он оказывается не только магнит, он еще и с другой стороны. Что делает? Отталкиватель. А если их поставить перпендикулярно, он что еще делает? Вращатель. Вращатель. Ну что же нам врут в магнитном поле? Это электрическое поле с тремя свойствами. Притягивать, отталкивать и вращать. И все. Но когда тебе придумывают какую-то дурь, магнит, и все построено на магните. А можно к свету вернуться? Можно. Если у нас есть один человек, который хорошо видит, а другой человек плохо видит. Я думаю, что фокусировка плохая. Что, сферы разные? Нет. Слово «я как раз этим страдал». У меня была операция на глазу, я поменял хрустали. Значит, первое. Фокусное расстояние у каждого при рождении свое. Ну, вообще, как правило, единичку, знаете, да? А в ходе эксплуатации своего глаза мы его уродуем. Вот я, например, занимался вакуумным напылением и смотрел без очков на электрод. И на электродную пушку. Что там происходит? Мне хотелось видеть. Как это электроны, о которых все говорят, вылетают. А там, как металл кипел. И вылетали пары металлов. Ну вот. Зайчика поймали. А? Зайчика поймали. Много наловил я зайчиков. Я работал года три. И левым глазом все время мне надо было в этом очко смотреть. Вот. А потом, к 60-ти годам у меня раз, и левый глаз ничего не видит. Вот я последние два года ездил на машине с одним глазом. С левым глазом у меня был слепой. В мае этого месяца мне сделали операцию. Я, слава богу, теперь вижу. То есть нельзя в субъективные величины вводить в закономерность. Но субъективные причины, которые показывают свойства. Вот это другое дело. То есть мы можем видеть. При одной плотности мы видим одно. При другой яркости мы видим другое. При изменении фокусировки мы видим третью. Понятно, да? Вот еще. Если есть звезды, которые мы не видим. Что же есть? Есть звезды, которые мы не видим. Значит, вообще не доходят. Звезды на небе, которые не видно вообще никогда. А? В темноте даже. И значит, свет не доходит и никак все. А мы берем телескоп и видим. Что вы видите? Звезды. Так звезды вы видите или свет? То-то они наши. Источник света вы видите. Я вам с этого и начал. Но свет не можете вы видеть. Я с этого и начал. А он должен там поедать. На темном фоне вы видите источник света. И вот я всем говорю. Вот вы даже, понимаете? Ну привыкайте вы думать по-природному. Вот вы берете зеркало и солнце. Если вы зайчик человеку в глаза не направили, что он? Он этого луча и не видит. И видит он его только тогда, когда вы его на чем-то поставите. Помните, да? А что вы транслируете? Вы же не свет транслируете. А что? Источник. Тогда, да. Тогда все работает. Так же, как и сейчас. Вот вы ко мне идите. Ко мне идите сюда. Идите. Мне встать, да? Вы ко мне, да. Проходите сюда. Хорошо. Аккуратненько. Пройдите. Я вам сейчас покажу. Пойдите там, пожалуйста. Да. Вот скажите. Вот тот человек сидит. Вы его видите? Скажите, пожалуйста. А где мы его еще можем увидеть? Ну вот иди. Нет, идите сюда, идите. Вот идите сюда. Вон сюда мы еще заглянем. Вон видите, сколько людей сидит? Да. Они все там сидят. В пространстве. А мы их можем обнаружить только с помощью дополнительных приборов. А все уже сидят. Вокруг все. На радиальном расстоянии. Это фокусное расстояние. Они же уже есть. Что их видеть-то? Вот мы увидели их поздно. Они сидят все равно. Отошли. Он все равно остался там сидеть? Ну, да. Да. Наверное. Если нам воздух еще... Ну, я об этом говорю. Значит, понимаете, в чем весь смысл природы? А в природе, оказывается, в любой точке наверх поставим зеркало, и там его увидим. Оказывается, они все сидят в объеме. А вот с помощью приборной техники мы это можем обнаружить. А скорость-то какая? Нулевая. Он же там сидит и сидит. И не уходил никогда, и там сидит. И не уходил никогда там. Но вот мы подставили зеркало, и его увидим. Как быть, если мы на Луну посветим, а потом свет отрадиции к нам придет? Ну, я могу сказать, как мы будем. Скажите, пожалуйста, а Луна от солнечного света отражает на Землю? Да. Какие проблемы? Да. Ну, он стоячий. Но задержка в... Еще раз. Не в задержке. Если мы на Луну посылаем себя, Луны отражаются как раз через 2 секунды. Это задержка приборная. Но не задержка света. Вот еще раз поясняю, чтобы ты понял. Вот солнце. Не, непонятно, что посылаем. Пусть они говорят, что не посылают. Вот у тебя солнце. Вот оно, солнце. Высоку сейчас вот это можно хорошо нарисовать. Луна или ночь? Завязано. Вот смотрите. Вот солнце. Вот солнце. Оно во все стороны светит. Вот здесь где-то земля. Что, солнце до нее свет, от солнца до нее доходит? Оно всегда освещено. Это земля? Да. То есть, что значит? Это значит, что земля просто отвернулась от солнца. Вокруг своей оси. И как же она до нас доходит, если она... Если мы находимся всегда в зоне освещения. Как же мы вылезли из воды? Мы же можем ночью с другой стороны находиться. Об этом я и говорю. Я об этом и говорю. Это значит о чем? Что я зашел в море. Повернулся там и говорим, что я из моря вышел. Ну не выходил я из моря-то. И он так же, земля тоже не выходит из зоны. Земля не выходит. Другое дело, что она отворачивается от источника света. А в зоне освещенности находится. То есть, что это значит? Вот когда мы стоим, нам солнце стоит, а спина мерзнет. Мы повернулись к солнцу? Ну мы же из зоны освещенности не вышли. И вот когда люди этого не понимают, такого простого, они начинают, когда им в школе наврали, там про скорости света, про законы бетона. Они и пользуются. Прошу. Понимаете, никогда не делаете выводов, не проведя проверки. Вот когда вы проверили, на природе, я всем говорю, только природа содержит все знания. Наука дает нам все незнания. Скажите, пожалуйста, как можно теоретически, отчеркиваю, очень важный момент, утверждать, не проверив, что это правильно? Ну если в природе работает. О! И вот многие говорят это. Я говорю, дорогие мои, если мы экспериментально не получили доказательства, все теории что? Ложь. Как минимум. А чтобы было понятно, я всем говорю. Мне уже говорят, ну, Рыбников, тогда и ложка. Ложка что, ложь что ли? Здравствуйте. Как можно это доказать? Я всегда говорю, учитесь защищать свои взгляды. Пишу вам ложь с мягким знаком. Потом пишу ложь без мягкого знака. А потом пишу ложь с твердым знаком. Понятно, что ложь имеет три значения. И ложка тут ни при чем. Но когда хотят опять задурить тебя, тебе начинают и ложку привязывать. Я что, о ложке говорил? И вот таких у меня там написано, что я там сумасшедший и все прочее. Я ничего тут не имею. Вы меня можете назвать как хотите. Почему? Только потому что вы сами такие. Если бы вы были нормальные, вы вместо этого взяли и проверили. Вместо этого взяли и задали бы вопрос. Готов слушать вас. Юрий Степанович, ведь они, как говорят, если где-то в другом месте можно повторить, то значит это правильно. Повторяйте. В общем, дело, и нам вот этот тезис, они как бы... Да нет, и я с этим согласен. Но повторите. Сначала повторите. Тогда можно обсуждать. Вот понимаете, я всегда говорю, можно обсуждать результаты. Объясняю, почему. Результаты. Вот результат того-то, эксперимент того-то, ну не важно, что в виде графика, в виде чисел. А теорию как обсуждать? Она ни о чем. Я вам почему говорю. Вот когда мы берем теорию Эйнштейна, что о ней говорить, когда у него есть формула, правильно? Так или не так? Е равно mc2. Помните? Давайте с нее и начнем. В том-то и дело, что одному яблоку упало на голову, потом второму на голову, и он подтвердил теорию первого. Нет. Но это лучше. Вы не путайте. Я вам, как на самом деле, сейчас все это расскажу. Итак, Е равно mc2. Так ведь? М что их говорит? Так или не так? Да. Вы здравомыслящие люди? Да. Надеемся. Принимаем, что мы здравомыслящие люди. Итак, первое Е это что? Энергия. А? Энергия. Энергия. Другие есть предложения? Буква. Молодец. Энергия. Третье. Какие еще предложения? Допустим, что это буква. Но если мы говорим о букве, то нам нет смысла говорить о том, что это закон Эйнштейна. Теперь мы говорим, что, допустим, это энергия. Не возражаю. Энергия определения кто-то? Рыбников. А? Рыбников. Нет. Эйнштейн-то до Рыбников придумал это. Дайте определение. Нет, определение. Эйнштейн работал без определения. Поэтому я пишу. Это неопределенность. Неопределенность. Дальше. Равно массе. У массы определения есть? Тоже. Есть какие-то? Ну давайте их проверим. Меры инертности вещества. Посмотрите. Мера. Масса это мера. Масса или мера? А инертности? Хорошо. А инертность что такое? Свойство тела сохраняет свою скорость. Да. Если коротко, неподвижность, бездействие. Вообще бред какой-то. И такими величинами оперирует гений. Тупорылый. Который не знает даже, что энергия не определена. Что масса не определена. Подождите. Инерцию я сейчас определил. А инертность это что? А инертность. Инерция и инертность это бездействие. Он массу хочет определить. Подождите. Я ничего против не имею. Значит сразу. Когда ты даешь определение, ссылайся на чье. На учебник физики инертность это свойство тела сопротивляться. К чему? Изменение скорости. Ну это и есть бездействие. Я только что тебе сказал. Открываешь советский энциклопедический знаватель. Нет, это ее действие. Под редакцией Прохорова. Инертность, инерция. Это ответное действие. Вот слушай внимательно. Инерция и инертность это бездействие, неподвижность. То есть способность удерживать себя в том положении, в котором ты едешь. Это правильно? Или в движении, если есть движение. Нет, такого там нет. Вот я тебе почему говорю-то. Второе. Тоже неопределенное. Это покоя нигде нет. Масса. Вот теперь я тебе хочу сказать. Есть более-менее приличное определение. Но оно опять тоже ложное. Масса. Одна из свойств материи. Помнишь такое определение? Определяющие ее свойства. Опять одно на другое. Но не в этом дело. Открываем материю. Не помните, какой материя что такое по определению? Философская категория. Я вас поздравляю. Никакой физики нету. Только для тупых. И вот эту тупость власть нам системно закладывает в материю. Дальше. А что такое цех квадрата? Это 300 тысяч километров выдумка Эйнштейна. Теперь переходим на русский язык. Неопределенность равна неопределенности, умноженная на выдумку Эйнштейна. Все. О чем вообще говорить? Начинайте думать. Почему? Потому что только в словах создаются образы. Цифры образ не дают. Буквы образ не дают. Вот о чем идет разговор. Когда мы переводим это в слова, тогда все становится на свое место. Глупость. Дальше. А что такое масса понетону? Я студентам это рассказывал. Вот смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Один человек. Я двенадцатый. Я говорю. Вот у меня на лекции один человек. Вот я бы сказал по-русски. У меня сегодня одна женщина, все остальные мужчины. Один уже достаточно зрелого возраста, подобного как у меня. Остальные все молодые. А понетон, как бы я сказал. Одинцать человек умножаем на что? На семьдесят. Сколько будет? Семьсот шестьдесят килограмм чего? Дерьма. Ну что еще я могу сказать? Килограммы. Вы понимаете? Вот до чего нас доводят эти законы. Нам дают понятие по Ньютону, что мы теряем все свойства. Нам говорят, килограмм пуха, и килограмм золота, и килограмм дерьма, один килограмм. А свойства-то куда-то? Вот есть такой анекдот, как из испражнений стали делать сливочное масло. И спрашивают ученых, как у вас получилось? Вы знаете, говорят, на хлеб мазутся, но запаха избавиться не можем. Вот вся наука построена на этом. Нам втюривают такую дурь, а мы не проверяем. И вот когда вы начнете проверять каждое слово, тогда все встанет на свое место. Не случайно нам, вот я привожу простой пример, буквально вот вчера как раз этот был спор между Хакамадой и Крашенинниковой, и Соловьев вам говорит, ну скажите мне, что же такое демократия? Вот демократия там убивают, расстреливают. Демократия это там и то, то и сё. Скажите, пожалуйста, здравомыслящий человек бы задал этот вопрос? Соловьев здравомыслящий. Берете слово демократия. Как проверить это? Не помню, не знаете? Когда нам начинают говорить, что такое демократия. Первый вопрос. Откуда это слово пришло? Из Греции как бы. На какой основе оно? Говорит, ну народ это демос. Обращаю ваше внимание. А чё? Мы русским словом народ не могли обойтись у себя дома? Нам чё, нужно было откуда-то из Греции тащить эту дурь? Нужно. Потому что если народ является базой, то власть какая тогда будет? Народ. Народ, а как же уголовники тебя грабить будут? И вот для того, чтобы из тебя делать дурака, тебе придумывают термин демократия. А теперь очень важно. Ссылайтесь на народ, давайте проверим. А народ по-гречески как? Никто не знает. Нет, демос. Демос. А где в демократии это слово-то? Вы чё, кукувся? Там слова демос-то не было. И никогда не будет. Там были только демоны. Проверяйте по функции. Что сделали демократы? Разрушили страну. Уничтожили армию. Уничтожили промышленные мощности. Уголовники. А для того, чтобы скрыть свою уголовную деятельность, как они называют её? Они называют это революция. Революция 1917 года, когда кучка уголовников, и вот я всем привожу пример, одних и тех же. Аркадий Гайдар. Знаете такого? Который разрушал нашу родину и навязывал нам уголовную еврофашистскую систему коммунизм. А в 1991-м его внук, такой же еврофашист и уголовник Гайдар, разрушал нашу родину под видом коммунизма и строил нам что? Демократию. Опять разрушал страну, разрушил производство, разрушил армию. Одни и те же люди. Одна и та же шайка в поколениях. Вот и все. Вам классический пример. И Чубайси, которые являются представителями Гильбердского клуба, получают 150 миллиардов от президента в личное пользование. Под термином... На-на-носки. На-на. Танк. Да? Статус. Он ее потом приватизировал. Но ему надо. Надо нанировать. А потом все эти, как их, правители стали нанировать у нас. Путин нанирует, Иванов нанирует, Чубайс нанирует, Медведев нанирует. Оказывается, все нанисты. Вот вам и все. Вот такую дурь нам все время втюривают. То бригада коммунистического труда, дом коммунистического труда, быт коммунистического труда. Теперь все что? Главное демократическое преобразование. Уничтожение страны, демократическое преобразование. Ну, здравомыслище человек может понять? Разве может жить своей семьи, уничтожать свою семью? Больные люди. Во власти. Все. Вот о чем идет разговор. А для этого и нужна ложная программа образования. Таблицу умножения выдают за таблицу суммирования. У нас же пишут 2 умножить на 3. Сколько будет? 2 плюс 2 плюс 2. Вы что думаете, что говорите? Таблица умножения. А вы что делаете? Суммируете. Ну что, у вас голова на месте или нет? И никто не видит. Вы понимаете? Потому что со школьной скамьи говорят «Учи, учи, учи, учи!» Все. Второй еще интересный момент с полу... Это я всем говорю. Значит, у ислама полумесяц. В материалах полупроводник. Слышали такие термины, да? А с полудурок не говорят. А я всем говорю. Скажите, пожалуйста, у вас в голове какую структуру умеют в мозге? Какая-то полушария. Я им говорю. Скажите, пожалуйста. Вы где-нибудь вот здесь полушария видите? Это разрез шара. Теперь возьмите вот этот шар. Как вы себе представляете, должен выглядеть полушарий. Он разрезный должен быть. Это понятно? Как там? А я уже тогда говорю. Скажите, а полуглаза бывают? А полу уши? А полу яйца? Вы что, кукувся? Если ты признал, что у тебя в голове полушарий, то ты сразу полудурок. Автоматом. А дальше тебе что хочешь можно делать? Запихивать какую хочешь дурь. Ну где вы видели, что в природе были неполноценные единицы? Что, полудайцы бегают? Если не маленькие, да. Мультфильм же все знают. Да здравствует великий математик Перестухин. Помните? Когда у него по решению задачки получился полтора дровосека. Идет этот. Дрованная глоба. Или землекопа. Ну дурь несусветная. Ну все полу принимают. Да не бывает ничего полу в природе. В природе, если полноценная рука, значит она полноценная рука. Если половина, то человек уже кто? Инвалид. Инвалид. Вот там о чем идет разговор. Ну бывает нагло, бывает нагло. Это уж и будет. Понимаете? Вот такие вот моменты надо четко отслеживать. Только в словах производится подмена. И вот я вам почему говорю. А дальше совсем все просто. Когда я делаю эту периодическую систему, ну она простая. Ну казалось бы, ну что это там? А почему против Менделеевской? Почему Менделеевскую, которую он открыл, где у него нулевой период, нулевой ряд? Почему ее это не показывают? Почему по ней не учат? А только по одной причине. Что все нобелевские нуряды, тогда кто? Шарлатаны. Потому что у них первый атом какой? Водорор. А он только? Третий. Третий. И вся наука, и физика, и химия, и все остальное, все, что построено на этом, даун сплошной. И все ученые в дауне. Вот в чем проблема. А им нужно свое реноме поддерживать. И для этого создаются авторитетные академии наук, академии образования, которые эту доль все время совершенствуют. А знания в морозе можно совершенствовать? Вот скажите мне, солнце у нас, как светило, его можно совершенствовать? Да и нет же, оно как нет. Все, мы его принимаем. А нам говорят, как ты, солнце какую форму имеет? Я должен ответить? Да. Ну, что-то близко к шару. Близко к шару. А почему его называют звездой солнца? Потому что это звезда. Вот оно, классическая. Звезда всегда с острыми концами. Нет, солнце же не с острыми концами. Ну, солнце же близко к шару. Да. Это круглая звезда. Вот только что к шару. Куда уделся-то? Где тут ее острые-то? Это ку-ку надо быть, чтобы сказать, что это звезда. Я не знаю, в какой степени. Ну, ку-ку. Это точно. Звезда, она имеет первую. Три. Она имеет четыре. Она имеет пять. шерсть. Вот звезды-то какие. А вдруг шар-завезда? Вы что, пьяными? Скажите, пожалуйста, по-русски, как назвали солнце? Светило. И не нужно говорить об этом. И все дети рисуют шар. Нормальные дети. А если из них делать дураков, они уже такую звезду рисуют. Из школок сегодня говорят, что самая устойчивая фигура какая? Треугольник. А устойчивая фигура какая самая? Шар. Вы понимаете? И вот, когда вам закладывают эту программу с детства, очень тяжело переучиться, переделаться. И вот, у меня один знакомый, который меня знает уже лет, ну, пятнадцать. Он знает таблицу умножения, он ее все изучил, и вдруг мне присылает бумагу. Юрий Степанович, вот, у меня к тебе давно был вопрос, но ты его отверг. Все-таки я хочу, чтобы ты мне его ответил. Ну-ка, присылай. Пишет мне. Вот я посадил одну картошку. Я говорю, очень хорошо. Собрал пять. Я говорю, очень хорошо. Юрий Степанович, а в математике не получается? Я говорю, как? Ну, один умножить на один, умножить на один, умножить на один, умножить на один. Ведь по счету-то пять получается. Один умножить на один, умножить на один, один. Я говорю, Виктор Григорьевич, ты меня извини. По скайпе с ним говорю, ну, что ты мне голову морочишь? Ну а что, себе заморочил. Скажи, пожалуйста, чем отличается суммирование от умножения возведения в степени? В природе. Вот я всем давал это определение. Самым тупым, которым вы ничего не можете доказать, формулируйте, чем отличается умножение от суммирования. Суммирование – это счет предметов. Это понятно? Такая операция. А умножение – это произведение или производство предметов одинаковых. Это понятно? То есть, я говорю, ты же произвел 5, умножил или нет? Умножил. А что же ты потом считаешь? Ты уже по сути-то. Ты получил 5. Что ты считаешь-то? Не знаю. Ну вот, если в обратную сторону, я говорю, кто же в обратную сторону делал? Ты же написал умножил? Тогда теперь раскладывай. 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1. 5 штук. Что тебе мешает? И вот, когда крыша колеблется, тогда человек начинает дурацкие задачи себе сговорить. Я говорю, ты что задаешь вопрос? Итак, ты посади в одну. Как мы говорим, закопали. Палили водичкой. Правильно? Природа что сделала? Начала производить. Человек помог, а природа начала производить. Корешки, листочки, цветочки, клубни. Она произвела. Что она сделала, значит? Мы достаем то, что она произвела. Стало из одной сколько? 5. Много. 5, может и 10. Какой куст? Значит, что вы сделали? Вы умно жили. А ты потом начинаешь умно жили переводить в счет. Так что ты? Ты уже умно пожил, 5-то получил. Ну и считай. А ты начинаешь опять. 1 на 1. Ты что, опять сажаешь? Тогда пиши. Одно посадили, одно посадили, одно посадили. Одно посадили. В одной собрали 5. В другой собрали 5. В третьей собрали 5. В четвертой собрали 5. Редко. А? Редко такое получается. Ну я и говорю. Ну это нормальный ход мышления. А когда он пишет 1 умножить на 1, 1 умножить на 1. Так что ты умножишь? Понимаете? Вот у людей иногда клинит. И поэтому я говорю. Когда мы пишем 2 умножить на 10, это задание. 2 в десятой, это задание. А вот когда мы разложили на множители 2 умножить 2 умножить 2 умножить 2 умножить 2 умножить 2 умножить 2. А после этого операции счета. Или 1 умножить на 1, 1 умножить на 1, 1 умножить на 10. Это тоже если на 1 в десятой. И пишем. Разлагаем на множители. 1 умножить на 1, умножить на 1, умножить на 1, 1 умножить на 1, на 10. Сколько будет? Ну быстро. Смелей, громче. 1. 1. А сколько учат? 10. 10. Ну проверьте. Почему вы 1 плюс 1 суммируете, когда вам дано умножать? Они говорят. Ну мы же для того, ну нельзя же каждый раз. Я говорю. Ну хорошо. Ну почему вы говорите, что умножить-то? Ну напишите, что вы единицу просуммировали. Одно слово. Что умножить, что просуммировать? 10 раз. Ну не суммируйте на здоровье. Но когда тебе подменяют сознание, ты ку-ку. Вот что проблема. И так во всех, как я всегда говорю, и так во всех науках. То же самое нам дают и физики. Я всем говорю. Читайте законы все. И ищите определения. Вот это очень важно. У нас же есть по определению в математике одно, а в школу делают другое. Только что мы прочитали? Что возведение степени, это действие умножения. Читали все. А почему в школе все суммируют? И попробуй скажи преподавателю. Он скажет, меня так учили. Ну что ты не смотришь правила-то? Какое ты имеешь право преподавать в нарушение законов по математике? А он мне напишет. А он мне подчеркивает, там есть в советском энциклопедическом словаре. Возведение степени, это действие умножения само на себя. Множим на множитель. Равно А умножить на Б. А, 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 Б раз. Вспоминайте, да? А потом пишет. Равно сумме слагаемых. Привет. Откуда там сумма, откуда там слагаемые? Вот когда в правило вводят противоречия, крыша едена. Значит, вы должны это заметить. Изъяли. Изъяли противоречия, все, проблем нет. Математика стала правильной. Первое. Второе. У нас был счет русов. А, у вас компьютер есть, да? Очень хорошо. Вот я вам сейчас даю интересную штучечку. Вот у меня написано русская с одним С. Да? И все мне задают вопрос. А почему у вас Юрий Степанович с одним С? Ни у кого нет ответа? Откройте, пожалуйста, там есть. Значит, оказывается, словарь Даля до 1900 года, вот сейчас я вам покажу, везде и всегда русский писал из одним С. А после 1917 года? Что открыть? Сейчас открывайте. Сейчас, скажем, ничего. Банна. Там GP какие-то эти. Сейчас я скажу. Так, 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 так. Вот они. Открывайте вот этот, MG, вот этот. Вот этот вот. Раз, два, три. Сначала вот эту. Нет, нет, вот эту. Так, открою. О. Так, погромко просит. Владимир Даль, 1998 год. Да? Да. Вот здесь уже везде русский с двумя С. С двумя С. Теперь закрываем. Вот, толковый словарь. Следующий. Опа. А здесь везде с одним. Вот так нам. В каждый период времени. Подходите поближе, чтобы каждый видел. Открою, открою, открою. Ну вот. Оставь, подожди. Приблизить можешь на камеру? А потом нам говорят, что мы неграмотные. А мне говорят, Юра, а как ты это написал? Я говорю, ну, я вообще не понимаю, зачем второй С? Только для дураков. Везде все русское с одним С пишется. А потом говорят, что заговора нет. Я уж не буду говорить, я тут показывал эти журналы «Химия жизни». В каждом номере показано, как уничтожать нашу страну. Как нас зомбировать. Это академический журнал. Как-то обосновывали это двойное С? Как-то не обосновали? Никто ничего не обосновал. Просто подменили. Просто подменили. Даже без объяснений. Без объяснений. Подойди поближе и посмотри. Это я видел. Ну вот, если надо, скиньте всем, запишите и все скиньте. Или откройте этот словарь в интернете, но до 90-го года, до 900-го. Вот старые мы нашли слова, и все, и все стало на свое место. Я говорю, Юрий Степанович, как ты был прав? Я говорю, я не могу быть не прав, потому что... Зачем вообще второе место? Этот... Нам говорят... Ский суффикс. Я говорю, да нет, там русскорий. А суффикс ка? А почему ка? Я говорю, ну немецкий. Ци. Ки. Ци и ка. Ну какие проблемы? Чего в голову людям морочить? Когда нет согласный, тогда можно добавить ясу. А когда есть согласный немецкий, там все не стоит. Русский, нет вопроса. Но это самое не самое главное. Когда нам пишут нациоанальность, и всем нациоаналистам пишут, татарин, еврей, армянин, а нам какого пишут? Русский. Русский, вы что? Определите. Ку-ку, что ли? Мы что, определение или несуществительное? Мы русы. А русский для дураков только. Русский это прилагательное. И необоснованно, это шайка уголовников, всем пишет, и создала нации, я подчеркиваю, анальные республики. И вот один из классических примеров, я всем говорю, вот здесь вы найдете, что мордва, вот тут вот в том, где написано русский с одним из, мордва хочет быть русской. Там такие слова, сейчас я расскажу, подождите. А уже сейчас, вот буквально на днях, подняли мы этот, как его, мне прислали на мой сайт ВКонтакте, знаете, да? Там есть моя страница, мне присылают выступление в Самаре на конференции по нации, анальному вопросу и миграции. Выходит Мардин Советкин, по-моему, Советкин, боюсь соврать, на память не помню, и говорит, а русских надо уничтожить как класс. Вот для чего создают анальные республики. Чтобы остальных рассеять по всему земному шару. Это официальное заявление, которое в Ютубе уже есть. И обратите внимание, никакого отношения к нацизму нет. Ну что вы русских убивать, уничтожить? Какой нацизм? Вы что, ребята? Какой фашизм? Да вы что, их надо уничтожать. То есть вот для чего создают анальные республики. Чтобы кучка уголовников создала республики, и каждый народ как бы хочет нас, русских, уничтожить. Вот как это делается? Обратите на это все внимание. Это все опять к чему? Это к той же таблице умножения и таблице умирования. Вы этого не видите, значит и того не заметите. У вас кричат, если русский там что-то сделал, он националист, он кого-то оскорбил. А то, что его надо уничтожать, кто сказал? Маргарет Тэтчер. К 50-му году 15 миллионов. Олбрайт уничтожит 150 миллионов на территории России. Это нормально, и Путин с ними дрожит. Но как же Европа, он без нее жить не может. А почему-то после этого в стране страшно стали погибать. Каждый год миллион как минимум в России погибает. Он что, тщательно выполняет указания этих сионисток? Нет, это люди сами выполняют указания. Как они могут сами вымирать? А как это они могут сами вымирать? Путин же не может рождать миллион человек. Может. А зачем он? Вот теперь объясняю. Зачем он иностранных специалистов зовет? Зачем сюда гастарбайтеров зовет? Услови. Это создано в девяносто первом году, запланировано уничтожить промышленное производство. И работать, говорить, нам у нас никто не работает, нам нужны гастарбайтеры, иностранные специалисты. А что ты не хочешь иностранных этих президентов нам пригласить? Что ты правишь-то? Ну и гастарбайтеры, ну иди туда, или поменяй президента. Почему? Президент у нас должен быть Путин, а все остальные можно поменять. Вот он все. И думу давать нам английскую, парламент английский сюда. Значит, вопрос от руководителя семинара ритмодинамики природы Иванова Юрий Николаевич. Вам несколько вопросов. На это вопрос. Да. Просит, чтобы вы привели пример на теореме Пифагора. Как в ваших представлениях выглядит сумма квадратов катетов равная квадрату гипотенузы? Как вычислить корень из квадрата? Совсем плохой, Иванов. Это школьная задачка геометра Пифагора. Будем считать, что я нарисовал квадраты. Очень просто. Пифагор пишет, что А умноженное на А равно А в квадрате. И никогда не пишет, что А умноженное на А равно 2А. Он нормальный математик. И показывает. Вот если это и это мы умножаем, то мы получаем квадрат. Помните такую задачку? Она такая? Очевидная. И он говорит, что это измеряем уже площадь. Вот если мы просто А на А это ничто, а если мы даем им М, и здесь М, тогда получаем метры квадратные. Тогда А в метрах, А в метрах и А в метрах в квадрате. То же самое с Б. Б в метрах умножаем на Б в метрах и получаем Б в метрах квадратных. И равно С умножаем на С в метрах и здесь в метрах получаем С в метрах квадратных. Вот и все. Все непонятно. Наверное, непонятно, почему складываем А квадрат плюс Б квадрат. А в нем мы кладываем. Ну. А если мы их складываем, вот теперь мы пишем. Сумма А квадрат плюс Б квадрат равно С квадрат. Посчитайте площадью. Вот эту площадь и эту площадь. И здесь получается, ну это классический пример. Три, четыре, пять. Три в квадрате девять. Четыре в квадрате шестнадцать. Сумма получается двадцать пять. Пять в квадрате пять и пять. Получается двадцать пять. Я не знаю, большой ученый такие простые задачки решать не может. Но интереснее другое. Часто очень говорят об объеме. Вот там величина очень интересная. И как раз ему это полезно видеть. Я это покажу. Тут вопрос более серьезный. То, чего он хочет. Я понимаю, что он немножко заблудился. Но это бывает по молодости. Вот мы берем аквариум. Вот мы берем аквариум. Итак, 2 метра ширина, 3 метра высота, 4 метра длина. Сегодня мне очень часто задают вопрос, Юрий Степанович, 2 на 3 умножить на 4 будет 24 размера аквариума. Как посчитать по вашей методике? Я говорю, плохо вы считаете. Умножьте 2 на 3 и умножьте 2 на 4. 2 мы умножаем на 3 и умножаем на 4. Правильно или нет? Я записываю. Тождественно это 2 в 3 и 2 в 4. А, нет. Да, 2 в 3 и 2 в 1. И 2 в 1. Вот так. А, это не сумма, а умножение. Тождественно по определению. Мы начинаем считать. 2 умножить на 3 и 6 и умножить на 4 и умножить на 4 и умножить на 4. А вот тут возникает вопрос. Как же это посчитать? И вот отсюда выплывают все дела. Что мы делаем? Мы проверяем на то, как нас хотят надурить. Те, которые считают. Если бы они посчитали вот так, то что они делают? Они не пишут, что тут метры. А если тут метров нет, то это 2 в 3, то еще в 4. Амёртый. Вот как это надо записывать. Сколько тогда будет? Двенадцатый, да? Двенадцатый. 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 Двенадцатый, да? Очень много будет. Я не буду говорить. Но это не будет двадцать четыре. Ну никак. Вот в чем проблема. Тогда как же посчитать этот объем аквариума? А нас просто дурят. Что мы делаем? Мы вот теперь выбираем 1 метр кубичный за что? За единичку. Ну, мы же должны чем-то мерить. Это же объемы. Поэтому мы делаем тихую операцию. Это называется в шахматах. У нас один метр кубичный и второй метр кубичный. Понятно, да? Их стало два. На этом. А что для того, чтобы был один метр кубичный? Нам нужно один метр умножить на один метр и умножить на один метр. Вот тогда мы получили один метр в кубе. Единицу. Это понятно? Понятно или нет? Да. А теперь что нужно делать? Суммировать. Ой, какая прелесть. Умница. Ты уже делаешь поразительные скрики. Я за тебя рад. И тогда мы закладываем эти кубики сюда. Два куба. Потом по высоте еще два куба. Потом по высоте еще два куба. Итого мы получили шесть кубов. Вот оно. Шестерку. А? Шестерку сейчас будем суммировать. А теперь мы берем вот эту шесть кубов. Мы суммируем. Раз. Четыре. Ну вот так. И получили двадцать четыре. Вот тогда это правильно. И вот здесь хитрый ход, о котором мы все говорили. Что мы делаем? Мы выбираем единицу. Метры кубичные мы их и выбираем. Мы возводим эти единицы в нулевую степень. Получаем один метр кубичный. Понятно? И в метр кубичный мы уже суммируем. И все. А у них два в двенадцатой. Это многовато. Ну там не в двенадцатой будет. Там уже тройка в четвертой. Нет, не тройка. Они умножаются. Показатели степени при два вот так вот суммируются. А я бы это даже назвал два в седьмой. Тогда сложили бы. Да. Вот тогда получается два в седьмой. Но два в седьмой, прошу прощения, сто двадцать восемь. Но никак не двадцать четыре. Юрий Степанович, вот мое вот это представление о математике сформировалось в школе и в институте. Да. А ваше где? Во мне. В школе и институту не удалось в мои мозги ввести эту долю. Вот и все. И когда я говорил об этом, мне говорят, ну ты дурак. Ну, я рабочим работал. Мне говорят, а что там инженер, тоже дурак. Ему говорят, он носит, а он суммирует. Ну что говорить? Все же так считают. И все считают, что они правы. Понимаете? Вот самое главное, когда ты приходишь, зарплату получают, тебе дают одну бумажку пять тысяч. Ну, представь себе одну бумажку. Это ты заработал. Нормально? Цифра. Бумажку. Одну бумажку. Да. А теперь я тебе расскажу другое. А когда ты продаешь свой товар, тебе опять за одну бумажку, у тебя берут сколько продуктов? В пять тысяч раз больше. Там себестоимостью то является бумажка. А теперь я вам привожу логически правильный пример. Вы пришли на трудовую деятельность. Потрудились. И вам заплатили золото. Почему я не показал здесь про золото? Потому что когда человек приходит покупать яблок десять штук, он приносит что? У нас же эквивалент одно. Зернышко. Зернышко. Что он приносит? Десять зернышек. Он приносит десять зернышек. Но на них не пишет десять. Вот и вся наука. Ушли от товарообмана, пришли к товарообмену. Все. Он эквивалентен. И вот если мы заставим власть платить нам, как они, при товарообмене и трудовой деятельности, не цифрами, а продуктами. Подчеркиваю. Продуктами. Что это значит под продуктом? И золото. А все говорят, ну как же карманы оттянешь там. Ты что дурак? Ну пять тысяч рублей. Сколько стоит грамм, сколько весит грамм золота? Один грамм. Один грамм. А сколько он стоит? Тысяч триста. Да? Да, тысяч триста сейчас. Да? А теперь сколько будет весить тысяч триста бумажек? Больше одного грамма? Ну больше. Ну и как? Где тяжесть? В бумажках. Но вы не хотите этого проверить. Возьмите, наложите тысяч триста бумажек. Вот в чем все дело-то. И когда люди начинают, вот я всем говорю, вы никогда не поймете таблицу умножения, пока ее сами напишете несколько раз. Вы не поймете периодическую систему, пока несколько раз сами не сделаете ее. Ну и взяли церковь, нарисовали один атом, потом нарисовали второй. Ну и у вас сразу все. А какие у них сложности дурить нас через золото? Ведь точно так же, сегодня можно тысячу яблок купить, а завтра пятьсот, потом двести яблок. Опять, объясняю. Вот смотри. Тебя приучили к тому, что два умноженное на десять, двадцать. Ты с этим согласен? Приучили. А в результате тысяча двадцать четыре. Тысяча четыре куда ушли? В карман. К кому? К уголовнику, который называется олигархом. К уголовнику, который называется банкиром. Все деньги у них. Вот в чем все дело-то. И ты, самое главное, ты не бунтуешь, ты согласен. Все так живут, и я так живу. Понимаете, до какого уровня опустили? Все траву жуют, и я траву жевать буду. Чем человек отличается от животных? Только тем, что он способен соображать и проверять. А если его приучили на веру, тогда ему вправить можно что угодно. А ты поверь. Поехали. Поехали. Поехали.